Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим о фаворитах прошедшего месяца. Прошедший месяц у нас уже июль, и мне не верится, что я это говорю, потому что осталось всего один месяц лета, и меня это немного пугает, потому что это мой любимый сезон. Но, несмотря на это, сегодня интересное видео, потому что сегодня будет один ужас, так сказать, этого месяца, и он будет в разделе именно не бьюти, который чаще всего происходит, а именно в разделе моды, что для меня самое удивительное, потому что чаще всего с раздела моды я не ошибаюсь, но тут уже ситуация не совсем от меня зависела. В общем, давайте начинать, и начнем, как всегда, с раздела бьюти, и несколько фаворитов у меня было таких хард-фаворитов, и первый из них это абсолютно незаменимый, открытый мною лосьон, который задавается Mario Badesco, это бренд Drying Lotion, это высушивающий лосьон. Это субстанция, которая внизу выглядит, как что-то розовое, пушащееся, сверху, как полупрозрачная водичка, ты берешь обычную палочку ватную, погружаешь вовнутрь, мне главное не встряхивать их, вот эту вот субстанцию, достаешь ее, на ней получается такое какое-то розовое образование, достаточно симпатичное, и наносишь на любые какие-то прыщики или высыпания, которые у тебя появляются на лице, он может немного попечь, но если ты наносишь его, например, вечером, утром просыпаешься, из вот такого активного извержения остается маленькая розовенькая какая-то штучечка, а если повторно наносишь, то это практически полностью высушивает прыщик или любое высыпание. Для меня это просто реально революционное средство, потому что я уже все что угодно пробовала, но ничто настолько хорошо не детствовало, как действует вот этот лосьон, и он, между прочим, так сказать, подтвержден костей, потому что Костя, кто не знает, мой молодой человек, Костя, значит, тоже у него было пару высыпаний, мы прилетели из Италии, и, видимо, перепад температуры, сухой воздух в его самолете, у нас было два перелета, потому что это не прямой перелет, из Италии был перелет из Таур-Мина в Амстердам, из Амстердама в Киев, очень, как ты сказала, на нашей коже, и я не склонна к высыпаниям, у меня появились, и у Костя появились, и у него тоже, для него тоже идеально подействовало это средство, поэтому могу засветительствовать, дать присягу, что это реально очень классная штука, я покупала ее в Киеве, но я думаю, что можно найти где угодно, в том числе, я знаю, что она есть на сайте Sephora, британском, американском и так далее. Очень классная штука, следующая бьюти, вещь, которая меня впечатлила, это вот такой вот лосьон, это даже крем, который потом пенится для умывания, от бренда Chanel, этот пресс-пак с данной коллекции, мне прислали Chanel еще где-то месяца-полтора назад, но у меня есть такое правило, что я хочу, чтобы у меня закончилось сначала одно средство для умывания, перед тем, как я пользуюсь другими, так со всеми продуктами, кроме, там, помад, да, для губ, потому что я не хочу просто так, не знаю, ну, просто зря пусто тратить и половину продукта выкидывать. Поэтому я подождала, пока у меня закончилась беда Жик Решерш, я пользуюсь своим вот этим, которые я вам рассказывала от бренда By Cosmetics, и решила попробовать вот это, потому что то более такое, совсем как гелевая текстура, а здесь мне стало интересно, что за текстура будет, когда она пенится. Очень классная штука, приятный запах такой кремовый, классический для Chanel, очень хорошо очищает, нет ощущения стянутости лица, поэтому безумно советую, я уже пользуюсь этим средством для умывания где-то в две с половиной недели, и безумно-безумно рада, могу действительно сказать, что классное средство. И последнее бьюти-средство, которое мне понравилось, оно такое не то чтобы средство, это часть бьюти-рутины, это вот эта расческа от бренда Gizu. У Gizu это бренд, у него есть такой даже чехочек этой расчетки, это бренд, который основала девочка-блогер, и я на секунду вот прямо сейчас забыла, как ее зовут, представляете? Если вспомню, я обязательно напишу, вот прямо сейчас забыла, вылетела из головы. Гизу, реально забыла. Очень классная, красивая девочка-блогер основала изначально свой бренд, который специализируется на волосах, у них есть иконическое такое средство, как масло для волос с экстрактом, с медом. Мед, который выращивается на пасеке у ее отца дома в Амстердаме, это безумно круто, вся линейка классная. И вот эта расческа мне в первую очередь понравилась тем, что у нее широко расположенные зубцы, а это значит, что она не пушит мои кудряхи, я ее везде с собой беру, везде с ней путешествую, и Костя даже не пользуется. Костя в последнее время как-то вообще активно перешел на какие-то мои средства уходовые, ему нравится. Так что это очень классная штука, мне безумно понравилась и очень-очень советую. А теперь то, что касается фаворитов в плане моды. У меня было их несколько. Первый мой фаворит это вот эта сумка, я думаю, что если вы еще не видели видео, я отдельно вам раз покажу видео с моими покупками. Это сумка бренда Шанель, это Габриэль Мини, в такой классной расцветке, достаточно лимитированной, я ее покупала в киевском Шанель. Она очень крутая, интересная, цветовая гамма мне безумно нравится, единственный минус в ней то, что вот эта замша, поэтому она может легко пачкаться, но меня как бы как-то больше соблазнила цветовая гамма, а за замшей просто нужно ухаживать активно. Она очень вместительная, как ни странно, то есть в нее реально очень много помещается кошелек, пудра, помада, ключи, зарядка, все остальное, телефон, хоть кажется, что она маленькая. И она достаточно легкая сама по себе, плюс мне нравятся способы ее носки. Как вы знаете, я люблю носить именно сумку Габриэль на два плеча, что распределяет нагрузку, и от этого еще легче становится. Цветовая гамма крутая, и она будет актуальна в том числе и осенью, и зимой. Я смогу ее носить с верхней одеждой, немного разбавлять такую сигнату осенне-зимних будней. Огромный мой фаворит, безумно мне нравится, она мне поднимает настроение, когда я на нее смотрю, поэтому да-да, еще раз да. И перейдем к моему антифавориту, потому что я, чем я была безумно зачарована, вы помните, что я вам показывала в покупках купальники, которые я приобрела перед поездкой. И один купальник, который мне безумно понравился, это бренд Кинни, который был приобретен на сайте Neto Portem. Надела я его в первый раз просто в Италии, совершенно аккуратно, ничего с ним не делала. Я просто его надела, я поворачиваюсь и вижу, что у него начала расплетаться вот эта нижняя часть. Просто расплетаться, и она потом начала разлазиться. Я кое-как его начала собирать, что-то там переплетать друг с другом, завязывать, но это выглядит просто ужасно, это нужно отдавать в ремонт. Я, в принципе, не знаю, можно ли это как-то нормально и красиво поремонтировать, тут же какое-то специальное плетение. Как для липщика, которым я даже, то покупальника, которым я даже не успела покупаться на тот момент, то есть я просто его сухим надела. Не было никакой причины, чтобы вот такое произошло, поэтому я очень разочарована этот бренд, я больше приобретать не буду. Это немаленькая цена для купальника, поэтому я не считаю, что я должна тратить деньги на ветер, если при первой же носке вот такое с ним происходит. И простите все, кто его заказал, у кого, может, подобное произошло, или, в общем, будьте аккуратны с данным купальником и критично относитесь к моим покупкам, потому что, видите, ты никогда не знаешь, что может произойти с качеством изделия, когда ты его носишь. Вот такая вот жесть. Я была очень разочарована, потому что цветовая гамма мне нравится, мазиал мне нравится, и выглядел он достаточно хорошо, но, как оказалось, не все то золото, что продается на лето-порте. И книжный фаворит у меня был, я уже рассказывала об этой книге на канале, это книга, которую я уже прочла, и я, причем, начала ее читать в бумажном варианте, а потом скачала ее себе на Kindle и взяла с собой в поездку, потому что я не хотела с собой бумажную книгу висеть, очень неудобно, в темноте неудобно читать, поэтому дочитала я ее уже в электронном варианте. Почему я это объясняю? Потому что, если я обычно читаю бумажную книгу, она не так идеально выглядит. Она вся растрепанная где-то за загнутой страницей, когда мне что-то понравилось, поэтому эта книга слишком хорошо выглядит, как для книги, которую бы прочли вживую, которую я бы прочла. Книга безумно классная, это книга, которую написала Бетти Хайлбрайх, она называется I'll Drink to That, я за это выпью. Это книга Бетти Хайлбрайх, это стилист, который проработал очень долго, ей сейчас 90 лет, она еще жива, и она работает в достаточно известном департмент-сторе Бергдорф Гудман в Нью-Йорке. Она рассказывает в этой книге, она именно персональный стилист-шоппер, который подбирает вещи внутри самого магазина. Она сама фактически как-то придумала вот этот департмент, это отделение конкретно в этом магазине, она сама его подняла из ничего, она работала с топовыми известными личностями, сериалами, фильмами, людьми, с женами президентов и так далее. Она рассказывает в том числе о своей личной жизни и что в ее жизни происходило, потому что она очень в интересное время родилась в Америке, она родилась в 20-е, 30-е годы, точно так, 30-е, поэтому она столько всего успела пережить, что и было чем поделиться. Эта книга безумно интересна, я очень ее советую, я очень советую тем, кто влюблен в моду, потому что там очень много деталей по подбору нарядов, по личностям, по тому, как работать с человеком, как находить его характер и в зависимости от этого подбирать ему одежду. Она рассказывает о деталях и истории моды на самом деле, потому что рассказывает о дизайнерах, которые уже не создают вещи, о том, что было особенно в дизайнах, как менялась мода, как менялась ее жизнь, что менялось вокруг нее. Очень классная, интересная книга, я получила огромное удовольствие от ее прочтения и всем сильно советую. И последняя на сегодня, это, как обычно, цитата, которая звучит следующим образом, и она безумно актуальна, потому что сегодня, например, день лунного затмения, и она звучит следующим образом. «И это тоже пройдет». Вот такая вот простая, понятная цитата. Это значит, что все, что вы сейчас переживаете, хорошее или плохое, пройдет. Хорошее, конечно, всегда жаль, что хорошее проходит, но потом что-то хорошее опять появляется. А если что-то плохое происходит, это тоже пройдет. И для меня эта цитата безумно актуальна, потому что вот в последнее время очень много стресса, связанного с работой, с количеством задач и тому подобное. И для меня важно самой как бы себе иногда сказать, что это тоже пройдет. Остановиться, посмотреть на ситуацию со стороны и понять, что есть я, которая отвечает на ситуацию, есть ситуация, и не ситуация мной управляет. А я нахожусь в ней и могу выбрать свою реакцию. Я выбираю реакцию, что в большинстве случаев, что это тоже пройдет, чего и вам советую. Надеюсь, это видео вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, какие у вас фавориты были в этом месяце, что вам понравилось, что вам не понравилось. Не повторяйте мой опыт с данным брендом-купальником. На сегодня это все. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.